Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел очень интересный вопрос. Кто такие бесы? И зачем их сотворил Бог? Не творил Бог зла. Нет в христианстве никакого дуализма, необходимости сосуществования добра и зла. Друг друга они не поддерживают, друг друга не подпитываются. И бесов Господь не создавал. Это, как мы говорим, падшие духи. Существа духовные, но искаженные. Это бывшие ангелы, которые были единицей, обмануты и перетянуты на его сторону в борьбе с Богом. Чем-то закончилось. Мы все прекрасно знаем. И не имея возможности мстить Богу и как-то нанести ему какой-либо урон и поражение, дьявол, который человеко-ненавистник исканий, пакостидеет нам творению, с его точки зрения низкому и мерзкому, по сравнению с ним, но который может быть честнейшим херувимов и славнейшим, без сравнения с серафимов, который создан не как дух подчиненный, а по образу и подобию Божьему, который может обожиться, который может быть единым с Богом по благодати. Говорят некоторые отцы, что из зависти дниться стал сатаной, противником. Беос это те ангелы, которые встали на его сторону, стали тоже богопротивниками, помельче, попроще. Но со временем так укоренились в этом богоборчестве, что потеряли возможность к изменению, к исправлению, к покаянию. Покаяние с греческого переводится на русский как перемена ума. К нему они не способны. Вот что делает многолетний, многодосячелетний навык в творении греха. Поэтому смерть, которой он дарован человеку, Богом, в раю, это то, что позволяет нам в отсутствие ее не превратиться в демонов. Человек, склонный к греху, живя вечно, превратился бы в беса, обладая властью еще чем-нибудь, абсолютной властью. Не зря первые люди были уничтожены потопом. Они были другие, они жили по тысячу лет. Как много писаний, они извратились настолько, что эти тысячелетние люди, что единственное средство исправления человек, чтобы было выделение из него новое с его семьей и истребление тех, кто был его современником. Даже те преступления, которые совершает современный нам человек, как я понимаю, меньше тех мерзостей, которые совершали древние люди. Так что человек может быть не только богоподобен, но и бесоподобен. Но все это изменится, сгорит. И все богопротивники после второго пришествия спасителя уже не смогут вредить людям и будут в гиене огненной, уготована дьяволу и всем слугам его. Это, конечно, не столько место, сколько состояние. Ну, нам, людям, живущим во времени, тяжело мыслить с абстракциями. Пусть это будет место. Брань наша не против крови и плоти, пишет апостол Павел, но против начальств, против властей, мироправителей тьмы века сего, против духа и злобы поднебесной. Я желаю всем нам успешной борьбы с дьяволом, с пороками, с страстями, ибо страсти суть бесы, как пишут отцы, и обожжение. Да, будьте со Христом, будьте в любви, чем больше будет вас в любви, тем дальше будет отстоять от вас всякая бесплотная гадость. Причащайтесь телу крови Господней, молитесь Господу Богу, и никто, и ничто вам не повредит никак. Никакие силы зла. Вся преисподняя собравшаяся против вас, причащающегося, любящего Христа, ничего не сможет вам сделать. Если Бог с нами, кто против нас? Никто. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры 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 Субтитры